Девушки отдыхают Привет, Тань. Привет. Здравствуй, здравствуй. Тань, мы нашли несколько способов в интернете, хотели бы проверить их в нашей студии с твоей помощью. У нас есть целый ряд, пять, мы сейчас будем их все выводить. Самое популярное пятно, особенно в ресторане, особенно когда все уже веселые, это пятно от вина. Давай возьмем желтую футболку, на ней как раз разлито красное вино, и попробуем чем-нибудь вывести этот рисунок. В интернете написано, что можно белым вином еще вывести. Полить сверху белым вином, говорят. Если мы потестируем, то мы убедимся, что это не так. Не так, да. Давай тогда на половинку пятна мы нальем немножко белого вина. Только все не пачкай, потому что ты же как-то расскажешь, чем еще это можно. А можно я вот так? Оп. Конечно, я постараюсь аккуратненько. Я не знаю, на что рассчитывают те люди, которые предлагают этот метод. Это ресторанные эти сотрудники специально, чтобы продать больше вина. Конечно. Белое же никто не берет. Ну вот смотрите, вот пятно. Не меняется вообще никак, да? Ну посмотрите. Ну это логично, да. Таня, а какой бы способ ты сама предложила? Вы знаете, мне кажется, белое вино вышло, вот этот вот способ, из винного уксуса. Вот если бы более концентрированный был растр, винный уксус, то он бы нам, конечно, помог. Но все-таки вино, оно не настолько кисло. Значит, белое вино не поможет бороться с пятном от красного вина. В ресторане, конечно, самый хороший окислитель это лимончик. Попробуй. У нас есть лимон, держи. Замечательно. То есть ты хочешь прям натереть пятно от красного вина лимоном? Да, лимона нужно много, и его нужно несколько раз как бы смыть, и потом опять. То есть то, что прошла реакция, смыть это, и потом еще раз обработать. Ну давай попробуем хотя бы начать, увидим ли мы разницу. Ну вот если на небольших пятнышках, вот здесь вот видите, да, и мы попробуем, да, видите, то есть вот он ореольчик такой, который высветляется. Давай я поковыряю, а ты пока начинай со следующим пятном работать. Жирное пятно. Жирное пятно. Что нам делать с жирными пятнами? Да, если вы капните маслом, к сожалению, жирные пятна нужно сразу. То есть если вот вы посадили, то вы должны посыпать солью. Но соль, она, у нее функция такая, что она не выводит пятно, она просто не дает впитаться жиру. И для того, чтобы немножко получше забирала жир, хлеб, да, то вы возьмите майкиш хлеба, и он вам поможет впитать вот этот жир. Конечно, лучше, да, лучше, да, не рукой, а лучше возьмите хлебушек. Типа как губка, да? Вы видите, вот оно становится жирным, соль хлеб, то есть видно, что жир впитывается. Камила, у тебя как дела? Так, я сейчас вам продемонстрирую, я, честно говоря, не верю в эту историю. Либо у нас вино какое-то не то, но я не вижу никакой реакции. Знаете, на самом деле, очень часто бывает, что вино сейчас ненатуральное, с красителями, которые невинные. То есть здесь просто водочку смешали с красителем, и краситель у нас впитал, там вот такое вино. Натуральное вино, оно обесцвечивается, да, оно обесцвечивается. Потому что сейчас вот я выжму, немножко прополощу, и покажу вам, что я здесь не вижу. То есть, получается, таким образом мы проверяем своего джентльмена, какое вино он нам купил. Да. Дешевенькое или дорогое, натуральное? Так, вот смотрите. Так, ну что, у нас хоть чуть-чуть отошло? Я не вижу ни капли. Они чуть-чуть побледнели, ну немножко, вот она эта область, да, ну чуть-чуть здесь стали исчезать пятнышки. Самые мелкие. В общем, тереть лимоном в туалете ресторана придется очень долго, поэтому не начинайте это делать, сделайте вид, что это у вас платье с таким рисунком эффектным. Так, еще у нас следующее пятно от шоколада. Это прям летняя история, когда шоколад потек, ты его вскрыл, и он блямс тебе на одежду прям пятном. Что предложишь здесь? В интернете вот пишут, что кубиками льда, но это, на мой взгляд, спорный. Если хороший шоколад натуральный, то шоколад, он как раз из-за чего у вас потек? Из-за того, что он растаял. Понятно. А он свернется, и на самом деле кубиками льда вы можете собрать растаявший шоколад, если он хороший натуральный. Но здесь, опять же, получается, сработает история, что мы верхнюю часть шоколада заморозим и потом отколупаем. Да, как бы вы ее снили. Но жирное пятно проникнет в нашу одежду. Нет, к сожалению, вот многокомпонентный, да, то есть это и цвет, и жир, это та же самая история. То есть жир, опять же, нужно чем-то обработать. Смотрите, вот я пытаюсь обработать. То есть если мы вовремя обработаем растаявший шоколад льдом, то при стирке нам это все-таки в итоге поможет. Вот смотрите, видите, мне, к сожалению... Получается, там, где шоколад заморозился, его можно сковырнуть ложкой или ножом. Его можно вот так вот, вы видите, он сошкрябывается, видите, он замерз. Получается, этот способ работает. Да, это достаточно хорошо работает, но остается жирное пятно. Но чистый вы не выйдете, все равно нужно будет... Но вы выйдете не коричневый. А, но это уже хорошо. Да, все-таки это не так просто, да? Согласна. После пятна шоколада у нас есть пятно от томатного соуса, но вот здесь вот оно еще, к счастью, не посажено. И отсюда у меня возникает иллюзия, что, может быть, мы все-таки его сейчас прям посадим и прям сейчас ототрем. Да, именно для этого мы его и будем сейчас зажать, потому что, опять же, многокомпонентный и жир, и краситель, и такое пятно только свеженькое. Только свеженькое вы можете... Питчуп, который прям сейчас капает. Капает нам на полу и все. Мы нечаянно пролили. Так, и что мы быстро делаем? Значит, следующие тонкости. Это пятно нельзя втереть. Ни в коем случае. Его нужно постараться максимально снять так, чтобы оно не вошло... Вот видите, оно как будто, да, оно как будто сверху, потому что вот как капелька. То есть вы его реально не втирайте, а аккуратно. Аккуратно выжимая, собираем. Да, вот смотрите, видите, и тогда у нас ткань не подкрашивается так интенсивно. Огромным куском. Не втирайте, чтобы это... А после этого мы будем опять использовать два средства, потому что нам нужно и осветлить пятно, и обезжирить. И поэтому мы будем смешивать лимон и водку. Так, получается, мы полили пятно лимонным соком. Полили, да. И теперь мы немножко... Да. И потом мы это все протираем салфеткой. И теперь уже мы можем тереть тогда, да, только после этого мы можем либо салфеткой... Ну, потом я могу еще это ополоснуть водой. Да, вы можете, а потом уже ополоснуть водой. Ну, в начнем клубе бывает даже конкурс мокрых маек. Ну, по крайней мере, оно у вас не будет красным, потому что вы его уже не втерли. То есть оно уже будет аккуратным, вы сможете дальше глядеть в тарань. Опять же, дома достирать. То есть, в принципе, вот таких сиюминутных, однозначных способов не существует, по сути. Ну, вот он становится таким, да, его нужно тоже... Теперь его нужно посмывать. Но пятно мы можем замаскировать, и оно уже будет не такое яркое. Оно не будет такое яркое, если вы начали его сразу удалять, сразу тереть, втирать салфеткой и так далее. Ох, я прям вижу себя в ресторане, натираешься лимоном, поливающейся водкой. Я думаю, что уже сейчас на мокрые вещи должно быть видно. Да, на мокрые вещи тоже видно, потому что... Неплохо, кстати. Неплохо. Действительно неплохо. Томатный соус победили. Шоколад не до конца. Остался у нас еще сок, если я не ошибаюсь, да, Таня? Да, но пятно от сока, оно не такое. Еще у нас кофе. Я возьму к себе последнюю футболку. Ну, от сока, оно очень близко к пятно от вина. Там приблизительно те же фрукты используются, когда вы его изготавливаете. И поэтому, конечно, это осветление. А как насчет способа с кипящей водой или паром? Вот мы пару раз очень хорошо удаляли пятна от клубники, от других ягод именно горячей водой. А я вот, насколько понимаю, нам нужно прям пролить горячую воду через ткань, да? Да. Если у вас есть такая возможность... Раздеться в ресторане. Давайте попробуем так. Наверное, вот так, да? Да, натягивай ее хорошенечко. Выбиваем сок из этой ткани. Так, что мы имеем? Пятно у нас очевидной формы, очерченной. Мы проливали его кипятком. И, честно говоря, идеального результата не добились, да. Когда мы убирали пятна от свежих ягод, тогда действительно был результат. Здесь, опять же, сок, возможно, концентрированный и с добавками. То есть ягоду, да, ягода, она немножко... Но кипяток, по-твоему, поможет сделать пятно менее заметным? Я думаю, что это тоже не самый эффективный. Не самый эффективный. Значит, у нас осталось пятно от чая и кофе, которое тоже пока все не посажено. И эта прекрасная белая футболка отправляется к тебе сюда на стол, и кофе у нас есть. Ой, кофе. Все любят кофе. И пятнышки сажают. Мы не только в ресторане. Давайте мы что-нибудь сразу подготовим. Я так понимаю, что пятно от кофе нужно прихватывать прям сразу же. Да. Мне понадобится молоко и лимон. Так, капнули. И сразу, как только капнули, пока оно не впиталось... Да. Заливаем жирным молоком. Сначала молоко, причем, да, вы правильно сказали, жирным. Потому что нам нужен именно жир, который будет сворачиваться. Ну тогда сливки подойдут, наверное? Нет, сливки нет. Сливки излишне жирные в данном случае. Ну и маслом тоже не мажем. Да. И добавляем туда лимон. И добавляем. Вот оно, когда сворачивается, вот в этот момент именно идет. То есть, получается, нужно, чтобы молоко свернулось от того, что накапнули на него лимона. Да. И теперь нам, у нас, к сожалению, все потекло. Вот видите, как оно осветляется. Получается, одна еда иногда может удалить другую еду. В частности, пятно от кофе можно удалить с помощью молока и лимона. Пятно от ягод и ягодного сока можно удалить с помощью кипятка или пара. Пятно от шоколада отходит. Если вы заморозите шоколад льдом и аккуратненько будете заскабливать шоколад с майки. И томатный соус, и кетчуп нужно убирать сразу с помощью салфетки. А оставшееся пятно уже с ним работа. Представит, вот такая вот история. Не все пятна удалось... Идеально. Ну, посмотрите результат. Но пятно от кофе действительно ушло. Оно уходит. С помощью молока и лимона мы это сделали. Таня, спасибо большое. Получается, действительно, ряд пятен можно победить в первую же секунду. Главное, не откладывать в долгий ящик. Спасибо огромное. Татьяна Маслюхина была у нас в гостях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok